Скажем пару слов о военно-политической обстановке в Украине и вокруг нашей страны. И тут, как пишут некоторые американские издания, что главный вопрос, который нас волнует, это когда же Майкл Джонсон, это спикер Нижней Палаты Конгресса Соединенных Штатов, вынесет на голосование в сессионный зал законопроект о финансировании военно-технической помощи Украине, Израилю и Тайваню. На сумму 95 миллиардов долларов. Мы знаем позицию Джонсона, он крайне раскритиковал этот законопроект и обещает его не выносить в зал. Кстати, у него начались метания, потому что понятно, что в Сенате закон получил довольно хорошую поддержку, там 70 голосов вместо, даже больше 70 голосов он набрал вместо 60 необходимых. Это говорит о том, что часть республиканской партии поддерживает. И в принципе по опросам конгрессменов есть поддержка в Нижней Палате. И тут вдруг Майкл Джонсон запросил встречу с Джо Байденом. Он хочет лично встретиться с президентом Соединенных Штатов для того, чтобы обговорить судьбу этого законопроекта. Белый дом, я так понял, мягко отказал, мягко так, дипломатично отказал Джонсону во встрече. И упрекнули его в непоследовательности его высказываний. И сказали, было так интересно написано, я сейчас вам процитирую. Намекнули, как пишут некоторые средства массовой информации США, намекнули на биполярность самого Майкла Джонсона. Почему? Потому что изначально он, говорю, в ноябре 1923 года Джонсон заявлял, что помощь Израилю в настоящее время является главным приоритетом для Соединенных Штатов. Помощь Украине является еще одним приоритетом для Соединенных Штатов Америки. А сегодня он стоит насмерть и не хочет ставить этот законопроект на голосование. Так вот, представитель Белого дома указал на непоследовательность спикера и сказал, что Джонсон должен завершить переговоры, которые он ведет сам с собой. И прекратить откладывать потребности нацбезопасности во имя политики. Вот такой вот троллинг спикера Нижней Палаты прозвучал от представителя Белого дома. В то же время президент Соединенных Штатов Америки параллельно упрекнул Дональда Трампа в преклонении перед Путиным. Джо Байден заявил, что ни один президент в нашей истории, имеется ввиду американский президент, никогда не преклонялся перед российским диктатором. И я никогда этого не сделаю, заявил Джо Байден. Президент США обвинил Дональда Трампа в преклонении перед Путиным. Вот такое вот противостояние вокруг этого законопроекта. Но надеемся, что все-таки он попадет в сессионный зал и мы узнаем результаты голосования. Есть надежда на то, что он будет принят. Далее. А Российская Федерация продолжает валать, я бы даже по-другому не сказал, на весь свет, на весь мир о том, что давайте переговоры. Путин в интервью Карлсону главный лейтмотив, давайте переговоры, говорите со мной, не бросайте меня. Сегодня, вчера точнее, Лавров сделал заявление в Госдуме о том, что Россия готова к политико-дипломатическому регулированию конфликта в Украине на основе учета реалий на земле. То есть, они уже созрели на то, что они понимают, что если не начнутся переговоры в ближайшее время, Российская Федерация потерпит поражение на поле боя, потому как мы знаем, что военно-промышленный комплекс в начале славного пути стагнации падает уровни производства того, чего они хотели. Они не достигли, а то, что имеет на сегодняшний день, уже стагнирует и имеет тенденцию к началу снижения производства техники и вооружения для обеспечения фронта. Так вот, но на Западе уже четко понимают, что Россия это недоговороспособная страна, а тем более ее политическое руководство тем более недоговороспособное и тем более не заслуживает доверия. И вот заявление главы Департамента внешней разведки Эстонии, именно об этом и говорит, он сказал, что Россия пытается распространять на Западе слухи о возможном мире в войне против Украины, но на самом деле она видит свою агрессию длительной, заявляет глава Департамента внешней разведки Эстонии. Разговоры о мире нравятся западному обществу, однако Каупа Розин призвал не обманываться этими заявлениями. Кстати, Белый дом дал понять Путину, что никаких переговоров без Украины о решении этого конфликта не будет. Ну а понятно, что Москва не хочет разговаривать с нами, потому что позиции диаметрально противоположные. Москва настаивает на фиксации линии фронта как новой границы между Украиной и Россией. Украина настаивает, наша страна настаивает на выходе на международно признанные границы, которые, кстати, признала и Российская Федерация, подписав их во всех документах международных и проведя демаркацию линии границы с нами. Мы настаиваем именно на возврат, восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах. Вот такая вот сейчас ситуация. А в это время Совет Европы утвердил постановление, позволяющее использовать прибыль от замороженных активов Российской Федерации для Украины. То есть, те там, ну, там более точно, там, говорят, где-то в районе 190 миллиардов, ну, округляют всегда до 200. Те 200 миллиардов долларов замороженных активов в Европейском Союзе, с этого момента все проценты от этой суммы будет получать Украина для проведения восстановления нашей страны в результате агрессии Российской Федерации. Это уже утвержденное постановление, которое вступает в силу и начинает работать. Как бы Россия не брыкалась, но все будет за счет России. Я имею в виду восстановление. А может быть и покупка оружия будет на эти деньги тоже для того, чтобы разгромить российскую армию на территории, на оккупированных территориях Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова